сегодня я перед тем как мы приступим к финансовому служению прочту еще одно место я обещал немножко сказать о десятинах приношениях как правило когда в церкви начинают говорить или давать учения десятинах народ разбегается сразу но я бы хотел чтобы вы остались потому что в этом учении в этом слове сокрыты не проклятия для нас для нас сокрыты большие благословения во второй книге про липоменон в 31 главе с первого стиха вы знаете описывается служение езеки царя езеки был такой царь в израиле и у нас есть в нашей церкви есть так называемое служение езеки и она заключается в том что мы восходим мы ездим по разным таким культовым местам знаковым местам там где раньше какие-то вот совершались заклятия проклятия болгарская земля проклиналась проходили какие-то полководцы опять же там что-то заклинали кого-то в жертву приносили кого-то заклали реально там резня происходило очень много людей было убито болгар было очень много убита и вот мы и по этим местам ходим последнее место это было беклеме там где арка победы установлена в честь победы над фашизмом болгарии что болгария получила освобождение установлена арка мы там произвели служение хвалы и поклонения потом произнесли молитву разрушение сатанинских твердынь каких-то заклятий проклятий и мы там прогласили победу иисус христа и смотрите что здесь написано в ветхом завете вторая книга про лепоменон 31 глава с первого стиха и по окончании всего этого пошли все израильтяне там находившиеся в города иудейские разбили статуи срубили посвященные дерева разрушили высоты жертвенники по во всей идее в земле вине аминово и фремово и монастяная до конца и потом возвратили все сына израиль его каждого владения свое в города свои и поставил езекия череды священников то есть царь езекия поставил череды священников потому что до этого служение было остановлено и царь езекия он восстанавливает по их распределению каждого при деле своим священническом или левицком при всесожжении при жертвах мирных мирных для служения для службы для хваления словословия у ворот дома господним и определил царь часть из имущества своего на всесожжение на всесожжение утренние вечерние на всесожжение и в субботы в новомесячье и в празднике как написано в законе господним и повелел он народу живущему в иерусалиме давать определенное содержание священникам и левитам чтобы они были ревностны в законе господним и смотрите ветхом завете по закону моисеева прописывается такая истина которая говорит о том что царь езекия решил восстановить служение и решил дать определенное содержание священникам то есть поставить их на содержание выплачивать им какую-то пленную заработную плату чтобы что чтобы они были ревностны я могу сказать о том что если есть какое-то служение или какая-то храм и там какая-то церковь и там служителя не получает там никакого пособия я хочу сказать через какое-то время мотивация ревность эти служители и она просто будет снижаться и потом уйдет просто ниже нуля и потом никто не захочет служить такому богу который ну просто не обеспечивает мы читали у пророка малахии принесите ко мне десятины приношения чтобы в доме моем была пища и вот здесь вот на самом деле то есть что дальше происходит когда обнароду на было это повеление тогда нанесли сыны израилева множество начатка хлеба вина масла меду всякие произведения полевых и десятин из всего нанесли множество и приказал изеки приготовить комнаты для в придоме господне и приготовили и принесли туда приношение и десятины и пожертвования со всей ее точностью и был начальником при них она не левит и семей брат его вторым слава нашим богу здесь вы знаете описывается о том что вот при царе изеки служение было восстановлено и служителя начали просто получать оплённые пособия я могу так сказать о том что нормальных живых церквях на десятины идет содержание священничество левита прославители руководители каких-то оплённых служений они получают пособия я получил о том что на самом деле когда мы только начинали служение здесь болгарии в казахстане у нас это было когда мы сюда приехали мы приняли такое решение о том что первое время мы и сами не будем получать никакого пособия вот и потому что понятно что мы будем начинать церковь мы будем начинать служение денег нет финансов нет народ не научен не наставлен но потом постепенно когда церковь начнет начнет вырастать то мы постепенно в основном восстановим учение о десятине о пожертвованиях о приношениях и просто наши служителя начнут получать какие-то пособия для того чтобы каким-то образом поддержать их семьи особенно те служителя которые посвящены полностью ну которые приняли решение ну вообще служить и мы сейчас подходим к этому этапу слава богу что вот бог нашу семью так благословил что сегодня я работаю тружусь своими руками я не имею нужды в том чтобы получать пособия в церкви потому что бог нас обставил со всех сторон но у меня в моем сердце есть желание чтобы в нашей церкви священники левиты прославители получали такие пособия со временем я верю в то что это будет скоро я одну просто ну я для себя поставил такую цель а то чтобы ну пока я здесь вот на болгарском языке пастырую да пастырствую о том что я хотел бы вывести нашу церковь на такой уровень когда бы пособия реально получали наши служителя слава нашим богу и поэтому вы знаете вот раньше по ветхому завету потом до до ветхого завета до установления моисева закона авраам как я уже считал он приносит десятину первосвященнику мелхиседеку да потом это новый 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 завет это повторяет о том что как бы сам леви еще в чреслах авраама он приносит десятину иисус христу который вовек почину мелхиседек то есть ли левит это первосвященники даже призвано приносить десятину вот дня иисуса христа то есть вся библия говорит и ветхий завет моисеев закон до установления моисеева закона новый завет говорит о том что мы призваны и новозавете апостол павел дает очень четкие ясные такие наставления для тимофея для других своих последователей о том что ну винограды он имеет право питаться от своего виноградника до пастуха он имеет право питаться от своего стада но это как бы нормальные вещи о которых в мире даже вопросы никто не задает ну то есть пастух пасет стада но понятно что он ну просто имеет полное право и апостол павел дает очень четкое учение о том что куда уходят финансы я хотел бы просто сегодня я не буду долго говорить о том что десяти на ней вот мы установили новые ящички я думаю что теперь нам даже будет приятно сюда ложить потому что очень красиво мастера постарались вот я сам приношу десятины пожертвования я давал очень четко ясное учение что пока мы когда мы даем десятины мы только возвращаем богу то что ему принадлежит по определенным таким установлениям то есть это всего лишь десятая часть но не запускается механизм сеяния то есть когда я вот что-то приношу что меньше десятины не запускается механизм сияния жатвы это просто мы возвращаем богу то что ему принадлежит механизм сияния жатвы запускается только тогда когда я богу отдаю больше то есть сверх десятины когда я даю не только десятину но я приношу определенные приношения и поэтому сегодня повторяю о том что приношение пожертвования да это определенные целевые финансы которые мы ложим ну например там для китайской церкви для сирот для детского дома если у меня есть какие-то пожелания я могу прямо на бумажечке написать что эти финансы я хотел бы чтобы ну вот на на содержание вдов например в будущем или в детский дом прямо буквально вот так просто с крепкой прикрепите положите и эти финансы они падут на на детский дом или там на подземную китайскую церковь просто опять же бумажку или в конверте в 10 10 на это то на что мы здесь болгария да у том что уже стоит вопрос о том чтобы нам иметь свое здание да то есть какая то часть финансов будущем когда будет накопленная плюная сумма то мы будем выкупать здесь какое-то здание которое станет миссионерским центром потому что у нас уже есть очень хорошая связь с китаем с южной кореи мы уже принимаем очень много миссионеров ну опять же повторюсь что этим летом мы приняли более 40 миссионеров служителей проповедников и конечно же это большое благословение для всех нас но для этого нужны конечно и финансы и вот эти финансы на обеспечение какой-то миссионерской деятельности на евангелизацию на закупку церкви здания на закупку аппаратуры на которой прославители прославляют бога и так далее подобное все то что касается служения это святое это заклятые вещи которые мы призваны делать для господа это все то что мы берем из десяти ну то есть я это проясняю поясню поясняю и объясняю для того чтобы четко знали о том что десятина это понятно да теперь вот я ложу вот этот я ящик а то что сверху десятины мои какие-то приношения или какие-то пожертвования на что я хочу пожертвовать это вот ящичек для приношений я не буду ничего усложнять все очень просто и ясно в том плане что просто чтобы не было слишком сложно о том что вот там вот это непонятно куда ложить ну теперь вот у нас уже все понятно да вот ящичь для десятин у нас есть и отдельный ящик для приношений пусть бог нас в этом благословит то что написано в притчах я хочу сказать о том что вот пока мы живем на этой земле это работает за все в этом мире отвечает что серебро и мы от этого никуда не делимся пока мы живем на этой земле если ты хочешь проверить свое сердце иисус христос говорит там где твое сокровище то есть там где твои деньги там и твое сердце и очень хорошая проверка о том что если ты хочешь узнать где твое сердце посмотри куда уходит твои финансы если они уходят куда-то вот ну то есть ну более там 50 процентов там ну или практически все деньги уходят там на азартные какие-то игры да ну значит и азартный человек ну тебя надо помолиться за освобождение да если деньги уходят все на наркотики ну что значит наркоман да если уходит на алкоголь ну значит и пьяница ну и так далее и подобное то есть очень легко проверить кто мой идол или кто является на самом деле моим богом аминь если деньги уходят вот туда вот ну все все одну кабачка говорится ну норку туда куда-то вот так сливается вот это и есть мой бог если мне на самом деле дорого то что в моей церкви происходит если я хочу чтобы церковь росла чтобы царство боже распространялась мне не жалко богу принести и потому что здесь у нас есть финансовая группа у нас прозрачная бухгалтерия там конце года будет вывышена эта таблица куда уходят финансы бог наблюдает за нашим движением и поэтому вы можете в этом отношении вот когда мы ложим да мы просто отдаем богу на самом деле и опять же повторяю что у нас в нашей церкви ни один служитель не получает пособия я не хочу сказать не хочу сказать что это хорошо я хочу сказать что для церкви это плохо плохо когда ни один служитель не получает я я сейчас не имею ввиду себя то есть мне слава богу мне хорошо в том что я не получаю пособие потому что бог поднял нас на такой уровень и когда мы но мы обеспечены но я бы хотел бы чтобы в нашей церкви служители получали достойное не просто там какой-то пособие на котором можно вот так просто вот прозябать достойное пособие пусть бог нас в этом благословит я верю в то что вот ну просто пусть бог расположит наши сердца о том что мы хотим чтобы наша церковь была такая интернациональная церковь была такая щедрая благословенная и чтобы служителям хотелось служить в этой церкви потому что на самом деле это это достойно это как-то оплачивается это нормальные вещи просто деньги они не сыпятся с небес и приятно на самом деле мне было приятно когда вот я это было много раз моей жизни когда одна церковь приглашала меня до это то что первый раз это было вижу на корейской церкви когда в казахстане меня пригласили в одну церковь я приехал там туда просто я этих людей не знал их первый раз видел о том что просто я там отдал свое откровение свежие и в конце служения после служения ко мне подошел корейский миссионер который уже разговаривал на русском языке и он так вот так с поклоном он как конвертик это это вам за ваш труд это вам за ваше усердие за то что вы уделили для нас время и вы знаете где-то вот мне было очень приятно то что просто ну трудящийся достойно пропитания до то что просто вот достойно какое-то такое отношение с благодарностью приняли благодарностью благословили и это нормальные библейские евангельские истины что любую любая евангелизация она стоит каких-то денег и мы призваны это делать и пусть нам не будет жалко потому что если у нас финансы идут туда на евангелизацию значит там и сердце мое значит я верующий человек слава нашим богу давайте мы помолимся за наше приношение сегодня за наши ящик для приношения пожертвования он объединен в одну слава тебе господи ящик для десятин он только для сеть для десятин спасибо тебе дорогой наш господь за то что наше служение растет и мы когда-то получили что мы при приедем болгарии что ты подымешь наше служение что мы будем как катализатор для болгарии и это происходит уже потому что люди подходят люди звонят люди пишут нам на церковный сайт благодарят за наше служение за наше прославление у нас мощное грубо прославление люди слушают нас смотрят и за этот за эту неделю несколько тысяч просмотров на ютубе и я тебе за это благодарю господь очи за то что господь очи слушать проповеди за то что когда мы по